Добрый день, уважаемые слушатели канала «Сангейтс». Сегодня я выхожу в эфир, чтобы поговорить немножко о том, какой год предстоящий 2024 будет для нас, для всех. Время течет, время меняется, мы знаем, видим смену сезонов. Осень постепенно и плавно переходит в зиму. Точно так же 2023 год идет постепенно к своему завершению. И он также плавно перейдет в 2024 год. И мы всегда должны понимать, что в оставшееся время, ноябрь, декабрь, мы еще твои хвосты какие-то потянуть должны. То, что запланировали, то, что мы мечтали 1 января, то, что мы загадывали себе сделать. И по каким-то обстоятельствам или причинам не успели этого сделать. То сейчас мы можем как раз поднапрячься, ноябрь такой месяц, когда можем совершить эти усилия и сделать максимально много. Тем, чтобы плавненько в декабре позависать в энергии поверцания, красоты зимы и подготовки к новогодним праздникам. Для того, чтобы завершить год правильно, я еще раз напомню, о чем этот год для нас. Управитель этого года, 2023, это седьмой аркан или архетип, мы говорим, образ такого метафора. Архетип победителя. В этот год важно нам ставить было цели. И это год, когда на сцену жизни выходили личности, выходили события с определенными скоростями, с динамикой, с направлением. И мы видим, как расстраивались эти маршруты у каждого. И как мы порой останавливались на перекрестках путей дорог жизненных тем, чтобы сверить наш маршрут по навигатору, чтобы победить свои внутренние страхи, когда мы сомневаемся или колеблемся, считаем, что мы, возможно, неправильно дорога будет пройдет вообще. Из года в год энергии не отрезаются, как я уже сказала, они переходят плавно с переменной календаря. И зная энергию года, мы видим, как качество этих энергий можно и нужно преломить под свою личную задачу. То есть поле годовой энергии дает возможность освоить эту энергию года согласно нашей индивидуальной программе. И, как я сказала, текущий год с архетипом колесничьего, с архетипом такой подвижной мужской энергии, это прям такая харизматичная энергия, когда мужская, мужчины хотят и любят быть победителями. И вот эта энергия, она управляет всей нашей жизнью. И на осознанном уровне мы должны понимать, что куда мы стремимся, туда, куда зовет наше сердце, сердце этого героя, который едет на колеснице, на этой колеснице, запряженной двумя, тремя и так далее конями. Или что вообще движет этим колесничьим? Вот этот поезд дороги, который ведет вперед с собственного места в жизни в этом мире, вот актуально в этом году особенно. Мы знаем, что есть годовой период, планетарный, масштабный, месячный, их много, они так друг на друга накладываются, тоже переходят друг из друга. И какой же архетип нас переводит в следующий год? Ну, в следующий год переходит архетип восьмого аркана в справедливости. Ну, могу показать картинки Таро. Несколько возьму картинок. Посмотрите, это про колесничьего. Это то, что на этот год у нас актуально. Они очень символьные, они очень метафоричные на них. На картах можно рассмотреть и увидеть каждое свое. Вот все это про движение, все это про цели, все это про какую-то звезду, на свет которой движется эта колесница. Но мы знаем, что в схеме движения жизни у нас есть настоящее прошлое и будущее. И мы каждый раз находимся в зоне настоящего. Это наш некий ход, и в настоящем, ну, какой бы то ни был год, так, 2022, 2023 и так далее, он не случается сам по себе. Вот этот вот ход, который для нас. Все идет из прошлого для того, чтобы смоделировать будущее, не зависать в настоящем, не скатываться в прошлое. Мы должны понимать, по каким энергиям мы идем. И причем не просто по каким энергиям идем. Вот энергия следующего года – это правосудие. Тоже картиночка такая, тоже женская энергия, да. Покажу. Вот все социальные вопросы, которые будут решаться в году, они очень актуальны. Видно, что здесь в двери организации какой-то. все, что должно прийти в равновесие, оно должно прийти, и оно будет приходить в равновесие. И существует понятие для нас самих, вот мы по каким энергиям идем. Или по плюсовым энергиям этого года, или по минусовым, по золотой середине, или мы сильно отклоняемся, насколько сильно мы отклоняемся, и как на пути плюсовой энергии, если мы в минус скатились. И тогда где мы зависли, если мы скатились в минус. Все эти вопросы каждый из нас ставит себе на разных этапах года, на этих реперных точках, на точках солнцестояния, на точках новолуния, полнолуния и так далее. То есть они так или иначе нас, время-тремень возвращают в точку ноль, для того, чтобы вновь и вновь мы посмотрели и сферили наши координаты дальнейшего движения. И когда мы цепляемся за прошлое, то как будто бы нет будущего. Я хочу сказать, что есть методика, когда мы можем рассчитать, где мы зависли. И все это рассматривается на интересном мастер-классе Мандова вашего года, о котором я говорила уже, уже курс записи. Чем хорошо сейчас его пройти, тем, что время осталось этого года, вот эти вот два месяца, и вы прямо в режиме онлайн можете отслеживать по расчетам сходимости ваших событий. Все свежо к памяти по этому году. И вы можете каждый месяц посмотреть. Год посмотреть в целом для себя, для членов своей семьи. И проанализировав этот год, вы уже легче поймете прогностику следующего года. На мастер-классе на этом мы учимся, как работать с полем, так называемым полем энергии, как с кодом личного куратора. То есть есть код куратора годового, вот то, что я назвала, например, для этого года, для всех, мы складываем циферки, 2, 2, 3, 2023 год. И, соответственно, 2, 2, 4, это следующий год. И есть еще личный куратор, годовой куратор управителя рождения. И мы на мастер-классе можем узнать свою основную задачу года, отрицательную, положительную зону воздействия этих архетических энергий, а также энергию ведущего архетипа, хранителя человека в наступающем году. Вот подробно рассматривая лично эти архетические сценарии, обучающие программы внутри года, грандиционной энергии, мы можем понять, как нам максимально комфортно, максимально правильно идти по жизни, соблюдая правила, правила социума. А социальная энергия в прошлом, в следующем году, вот эта энергия правосудия, она будет прямо везде, на каждом углу, что называется, нам подсвечивать и говорить, что да, мы должны, соблюдать все условности, все законы, законы внутри границ, внутри социума, потому что для нас это важная тема. И сейчас я хочу сказать о том, каков был год, к которому мы так стремительно приближаемся. я считаю, что знать надо основные тенденции, характер, особенности, чтобы быть готовыми, использовать все его ценные ресурсы в обладах. Среди, ну, надо сказать, что я уже отметила, 2023 год с энергией мужской такой, выраженной, а 2024 год с энергией женской такой, да, и эта женская энергия, она способна чувствовать справедливость событий, поступков, ориентироваться в стальной иерархии, строить отношения с обществом. И, ну, как бы уже могли убедиться, да, что здесь на картинке, например, женщина изображена между двумя колоннами. То есть, что такое эти две колонны? Почему она между ними? Ну, они изображают голову и сердце, то есть, голос души и голос логики, рассудка. Сознание, подсознание, духовно-материальное, логика чувства. И нам всем важно будет найти баланс между всеми этими составляющими. А когда сеются кармические семена, то такие семена и будут возвращаться. И этот год, эту восьмерку, эту энергию называют еще годом энергии причин связи на кармическую энергию. То есть, в такие времена идет борьба за светлые души от высших сил. То есть, есть такая особая миссия вообще, у этих восьмерочек. И вот, если по динамичности, то, опять же, такой особой подвижности нет, потому что, если лесничий едет стремительно, то правосудие, в общем-то, такая статичная энергия. Но оно глубоко копает, у нее всегда впереди логика. тема честности, справедливости, последствия засадейная. Ведь вы в курсе, что в мире существуют не только наши правила личные, но и, самое главное, законы государства, высшие законы справедливости, от которых не только не уйти, но и их нужно брать во главу угла. тема внутреннего баланса, беспристрастности, неосуждения, что называется, не следите, да не следимы будете. Кто, ну, есть такая поговорка, кто безгрешен, то бросьте у меня камень, да, первым. То есть, надо оттяживать вообще за собой в первую очередь. В этот год нужно помнить о справедливости, моменты соблазнов продвинуться вперед на что бы то ни было. И по головам лучше не ходить. Вот характерная энергия для люминеси, для седьмого аркана, для архетипа, это прям поехал по головам, не забирая дороги, да, но если семерка проехала по головам, то уже следующая за ней восьмерка, а у нас эволюционно идёт, ну, циферки, да, один, два, три и так далее подряд. И точно так же 22 аркана идут по кругу. Вот следующие за семеркой восьмерка, та самая, и она уже будет напоминать уже в следующем году те, кто ошибся, те, кто интересы свои поставил настолько вперёд, не учитывая интересы других, и спрос, кармический спрос по этой восьмерке будет приходить. То есть даже внутри года, да, вот когда мы видим, когда у нас восьмерочка, вот этот август, с этой энергии, то всегда какие-то острые ситуации, возвратные ситуации, да, кармические, когда повторение некое происходит, оно бывает, случается такое частенько. и всякий раз выбирая свою цель, мы спрашиваем, а какую цену мы готовы заплатить за наше движение, за этот успех. То есть объективно оцените себя, свои действия, свои возможности на пути к успеху. Поймите, сколько энергии нужно вложить в реализацию задуманного. Действительно ли вы этого так страстно хотите? Можете ли оставаться в гармонии или прямо воплощены какой-то своей идеей до умопопрощения? Кого вы будете обвинять в случае неуспеха? Тебя, других, мокрый дождь, который помешал роковому танцору? В любом случае в следующем году должны объединиться вместе и страстность, вот опять возвращаю картинки, да, если цветовое решение посмотреть, то красный цвет это про страсть, это про эмоции, это про не случайно на восьминую служебницу, да, очень многие официально причем заключают взаимоотношения, то есть это восьмерка про личное в том числе, да, и эта внутренняя страсть, она объединяется с логикой, то есть надо все просчитать, а тот ли партнер, к которому я, вот, например, который мне очень понравился, да, или кому-то, тот точно ли он мой человек, да, то есть здесь надо обращать внимание в деталях, и в наступающем году будут доступны результаты наших предыдущих действий, как я уже сказала, и за прошлый год еще, ну, как бы, еще действующий 2023 год, и за прежние года, в этот период, в эти года приходит карма либо наградой, то есть карма это же не только это воздаяние, да, это вот, либо награда в прямом смысле, либо такие, ну, определенные события, когда восьмерочка всегда хорошо закладывать в фундамент этот период, и мы получаем соответствующий результат уже в следующий период, когда будет действовать арка справедливости, то есть мы можем отследить спустя там десятилетку, когда придет следующая справедливость, посмотреть, как у нас отыгрался этот год, и то, что в следующем году могут быть ситуации конфликтные, где наша задача будет разрулить этот конфликт, а ни в коем случае не становиться его источником, это да, потому что по восьмерке, сколько я знаю людей, скажем, у кого мои родные есть, с восьмеркой много знакомых и так далее, всегда сложно восьмерке признать, что я не прав, то есть восьмерка считает, что это только я прав, только моя истина, самая истинная вообще во всем мире, то есть поэтому частенько происходят судебные процессы в это время, накладывают на людей штрафы, идет активное взаимодействие с органами госструктуры, не случайно на этой картинке изображено вот такое заведение государственное, то есть заключение любых сделок, подписание любых важных документов, это энергия юридической сферы, и идеально использовать это время для осмысления баланса вселенной, то есть баланс нужен всегда, потому что вот это вот равновесие, эти весы, и это про баланс именно физического мира. Этот год может стать для всех решающим проверки на зрелость, настал момент для оценки ваших прав, обязанностей вашей повседневной жизни, и определения их реального соотношения, поэтому Новый год 2024 даст нам всем время, чтобы принять ответственные, глубоко продуманные решения в своих делах. Что вы посели до этого, что пожнете, все зависит только от нас, и этот урожай может быть, как я уже сказала, или там плюшками какими-то, или горьким чем-то с горечью, с легкой, после прежних прегрешений. Пришло время собирать камни, отвечать за программу по полной, за свои решения, поступки, и речь идет о высшей справедливости. И вот это вот право исправить ошибки, оно будет предоставлено тем, чтобы наслаждаться покоем в будущем. Люди способны, честно сказать, себе, если анализировать, что за все можно платить, чтобы нести ответственность перед собой, избавиться от идеи, и запринять правильное объективное решение. Никому никогда не позволяйте вмешиваться в ваши дела и убеждать себя в обратном. И вот эта энергия справедливости, она даже по названию звучит справедливость, правосудия, при завершении бумажных дел, успех судебной тяжбе, если стоит в хорошей положениях, если лично карту смотреть. То есть еще раз, каждый получит то, что он заслужил, в жизнь войдет гармония, равновесие, и восторжествует справедливость, каждое деяние отдается эхом, добро на добро, и добро, в конце концов, всегда побеждает зло, поэтому все будет хорошо, и в следующем ролике я расскажу, для кого особенно важен предстоящий 2024 год.